Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 28 марта. Вот сегодня моя посевная закончилась на этом. Я посеяла редиску, салат, крест-салат. Завтра буду сеять капусту. И сейчас хочу предварительно поговорить с вами о том, почему именно эти сорта я буду сеять в первую очередь. Потому что вот кто начинает свою огородную историю, они сначала спрашивают, а какие сорта вы будете сеять? Я говорю, такие-такие, а потом они удивляются. А почему именно эти и эти? Почему удивляются? Потому что да, именно в первую очередь мы сеем самые поздние и самые ранние сорта капусты. То есть скороспелку и позднеспелую. Ну, если вот так вдуматься, то это очень легко, конечно, объяснить. Скороспелку мы высеваем рано для того, чтобы, вот, например, июньская есть, потом есть просто сорта скороспелка, для того, чтобы в июне и в июле она уже сформировала свои качанчики и чтобы мы могли ее употреблять. Потому что самая вкусная она именно тогда, когда вот первая, когда ничего еще нет. Вот эти пирожки из капусты, капуста тушеная, салаты капустные, голубцы. Ну, хоть что. Очень прекрасно все. Ну, всему свое время. Если мы ее посеем вместе с другими, например, которые будем в последнюю очередь, то она будет только в июле или в августе. Ну, тогда уже у нас пойдут и томаты, и все. И она будет не так ценна нам. Нам ее нужно получить тогда, когда у нас еще не будет ни томатов, ни перцев. То есть июньскую, значит, в июне. Для того, чтобы получить в июне, ее начинают посевать со средины марта. Не бойтесь, посейте ее прямо вот в холодную теплицу. Завтра покажу, как сеять. Она вырастет. Потом ее, конечно, здесь распикировать придется. Ладно, это уже потом технологию посева. В первую очередь также сеем самые поздние. Вот у меня сахарная голова я нынче купила. Почему ее? Она самая поздняя, позднеспелая. Как же она называется? А, позднеспелая, да. Почему именно ее? Если вы прочитаете, на обратной стороне написано. 140-150 дней вегетационный период. 150 дней это 5 месяцев. Представьте, 5 месяцев. Если она сейчас, ну через 10 дней взойдет у меня, например, 10 апреля, 10 мая, 10 июня, 10 июля, 10 августа, 10 сентября, только в сентябре у нее наступит именно биологическая спелость. Потому что мы иногда не задумываемся. Качан, он вроде как, он сформирован уже, пусть там в конце июля, может в августе, он уже сформирован. И мы иногда, я вот много лет думала по своей неопытности, по незнанию, я думала, что если качан у капусты есть, значит она уже все готова, спелая. Но вот эти вот позднеспелые сорта, сахарная голова, кто знает, они же для хранения, для длительного. Так, сейчас прочитаю. Вот, для длительного хранения до весны, для того, чтобы качан хорошо сохранился, нужно, чтобы он вызрел, созрел, чтобы у него была не техническая спелость, то есть наличие качана, а чтобы биологическая спелость, только тогда он будет действительно сахарной головой, он будет вкусный, сахаристый, будет долго храниться. И многие, когда возмущаются, что у нас капуста портится, может быть она у вас не достигла своей такой биологической зрелости, вы ее, может быть, поздно посеяли и уложили на хранение, но тут причин много, почему она портится. Но вот я единственное вам могу сказать, что если вы хотите хорошую, качественную капусту получить, позднеспелых сортов, сеет ее в первую очередь. Но надеюсь, я вам объяснила, что 150 дней это очень долго. Вот она только в сентябре у вас созреет. А у нас, как, ну вот в сентябре у нас как раз и кончается сезон, мне вот надо ее сеять сейчас. Потом, следующий сорт, который я всегда сею в первую очередь, это, конечно, брокколи. Кто-то спрашивает, можно брокколи, нельзя? Да, конечно, можно. Это, конечно, самый холодостойкий сорт капусты. Я ее один раз вот здесь вырастила, то ли здесь, то ли в той теплице, не помню. Высадила, у нас выпал снег, она выдерживает температуру до минус 7, и ей ничего не будет, она дальше будет расти. Вообще капуста, она очень холодоустойчивая. Я говорила, что она не только холодоустойчивая, но и холодолюбивая. И у многих ошибка с брокколи. Они поздно ее сеют, потом спрашивают, у нас она зацветает, у нас она не получается. Так же, как пекинская, потом еще там какая-то капуста. Это у многих зацветает. А, еще цветная. Но брокколи зацветает только потому, что нарушены сроки посева. Она жару не выносит. Она хочет по холодку, вот вырастет по холодку, завяжет этот коченок, все. Дальше цветную я откладываю, пока не буду. Потом объясню, почему. Капуста пекинская любаша и капуста пекинская бокал. Все вы знаете, пекинская капуста, это пекинка очень вкусная, очень витаминная, но ее тоже нужно сеять в ранние сроки. Или сейчас в ранние сроки, или осенью, когда будет тоже похолоднее. Она у многих идет в свет, только потому, что посеем поздно, высадим поздно, и вот ей в это время уже вы должны были снять урожай, а она у вас и зацвела. Все. Короче, начинаем. Раннюю сеем сейчас, сеем позднюю сейчас, если вы будете на хранение какие-то поздние спелые сорта. Смотрите по срокам вегетации. У кого 130-140 дней сеять, нужно начинать сейчас. Раннюю, позднюю, брокколи, кипинскую, пекинскую и пекинскую. Вот эти все капусты мы сеем прямо сейчас. Отодвигаем на более поздние сроки цветную, потому, что цветная она, у меня многие спрашивают, но я сколько раз пробовала, она более, ну как, не капризная, а более нежная. Ее все-таки выращивать где-то в более таких, или чуть позже сеять, или в более комфортных условиях, чтобы не было такого. Я вот сейчас высажу сюда, посею, а за бортом у нас ночью минус 9, минус 10. Я просто боюсь, что она когда взойдет, она может замерзнуть. Насчет этой, вот насчет цветной, сейчас я не советовала бы сеять тем, кто живет в сибирских регионах. Ну у нас у всех разные регионы, разные условия, под себя подстраивайтесь, но знайте, что пекинская, брокколи, и ранняя, и позднеспелая капуста, уже даже у нас в Сибири сейчас можно сеять. Все, до свидания. Завтра я покажу технологию посева, так же подробно, как про редиску, просто в один день невозможно все это, все эти видеоролики снять. У меня уже камера садится, все равно я загрузить их не успею.